В прямом эфире к нам присоединяется Иван Сафранчук, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. Я приветствую вас, надеюсь, вы слышите в студии. Дождя, ну давайте начнем разговор, наверное, с как раз оценок ситуации российских. Вот мы видим, что реакция в Москве, и об этом говорит и господин Кабулов, представитель президента по Афганистану и посола Российской Федерации в Афганистане, она очень спокойная, как будто бы ничего драматического на наших глазах не происходит. Как вам кажется, с чем это связано? Я немножко по-другому оцениваю эту реакцию. Давайте, так, а вы как оцениваете? Мне кажется, все понимают, что как раз происходят очень драматические события, потому что жизнь в стране переворачивается, рассыпалось правительство, рассыпались органы государственной власти, президент бежал. Ну, всю эту фактуру вы знаете, уже рассказывали вашим зрителям. И, конечно, это трагические события. Здесь будут и такие перехлесты. Ну, во-первых, установится довольно жесткий новый порядок, который будет многим казаться неприемлемым. Из Европы это будет вообще казаться средневековьем. Но для значительной части населения Афганистана это будет, так скажем, они с этим смирятся. Но, конечно, трагические события происходят. Но они катастрофические. Во-первых, не происходит ничего, что не было ожидаемо, и что не предсказывалось экспертами. Ну, что так быстро. Технически надстроенными экспертами. Но даже уже в последнее время сами американцы говорили, что это произойдет. Просто они говорили, что это произойдет немножко позже. Поэтому катастрофы не происходят с точки зрения интересов России. И поэтому что, хвататься за голову и что-то источного пить? Какая должна быть реакция? Мне кажется, вот в вашем репортаже слова российского представителя в ООН Нибензи были очень сбалансированы. Да, призываем к диалогу. Диалог лучше войны. Происходят очень драматические события. Но это не катастрофа. По крайней мере, пока. Скажите, а как можно сейчас спрогнозировать и можно ли последствия? Потому что вот есть Талибан, упоминая который мы должны по российскому закону хоть раз за информационный выпуск сказать эту приставку, признанную террористическим и запрещенным. Запрещенное в России. Запрещенное в России движение, да. Но одновременно с этим уже упомянутый мной господин Кабулов сегодня в эфире в радиостанциях Москвы говорил, что Талибан сегодня и Талибан 10 лет назад, это совсем разные вещи. Талибан извлек уроки из своих ошибок, это я близко к тексту его цитирую, которые были совершены в 90-е, в начале нулевых, это действительно так? Или же все-таки террористическое движение, оно и есть террористическое движение? О, сложно это, конечно, вопрос. Поскольку вы разбираетесь в этом в разы лучше нас, затем мы вас и пригласили. Я помню, я Серарафат, по-моему, даже выступление на Генассамблее ООН в одном из первых своих таких вот крупных выступлений международных сказал, что если вы мою борьбу за право моего народа палестинского на государство считаете терроризмом, то я горд называть себя терроризмом. Конечно, в общем, кто-то террорист, кто-то не террорист. Смотрите, я думаю, что российский спецпредставитель по Афганистану, президент господин Кабулов, он, наверное, фактуру, связанную с Афганистаном, сейчас знает лучше всех в России. И я думаю, что вполне есть основания полагать, что Талибан не будет себя в международной жизни вести так, как в 90-е годы. А в 90-е годы он вступил в коалицию с международным террористическим интернационалом и с лидерами тогдашнего международного террористического интернационала Аль-Каидой Усамы Бен Ладена. Вот их флаг тогда был флаг глобального джихада против неверных и западных неверных, и своих плохих мусульман на Ближнем Востоке и так далее. Вот Талибан вступил с ними в союз с международным террористическим интернациональным этим радикальным движением. Вот я думаю, что есть основания полагать, что Талибы не наступят действительно вновь на эти грабли. То есть они, понимаете, они пришли тогда к власти, потом вступили в союз с этим интернационалом, на 20 лет опять ушли вот в эту такую подпольную, полуподпольную жизнь, сейчас вернулись, и да, действительно, вряд ли они наступят на те же грабли. Но другая сторона вопроса, изменились ли Талибы по своему мировоззрению, по своей системе взглядов, нет, не изменились, я думаю. То есть у себя в стране они, скорее всего, будут устанавливать такой же примерно порядок, как был и во второй половине 90-х годов в Афганистане. Может быть, чуть мягче, может быть, с какими-то небольшими послаблениями, но в целом это будет примерно тот же самый порядок. Другое дело, что они, по всей видимости, готовы не навязывать, во-первых, не распространять этот порядок силой за пределы Афганистана, и во-вторых, ну в этом вот мы почти уверены, а во-вторых, есть надежда на то, что даже внутри Афганистана они не будут все-таки этот порядок, понимаете, ну вот силой навязывать. То есть дадут возможность тем, кто хочет уехать, уехать. Может быть, дадут возможность тем, кто хочет жить немножко другой жизнью, ну где-то в больших городах жить, по крайней мере, на севере страны, на западе страны, где, ну, больше вот такого, менее традиционалистского населения, жить немножко другой жизнью. Но в целом внутри Афганистана, я думаю, они останутся теми же. Но вот свою международную деятельность, да, есть основания полагать, что будут вести по-другому. Я ответил на ваш вопрос достаточно ясно. Да, да, да. У меня, если позволите, последний вопрос. Является ли вот этот статус-кво, который сейчас сформировался в последние дни, это точка или точка с запятой? Иначе говоря, следует ли ожидать, что, например, афганская армия, абсолютно никак себя не проявлявшая в последние недели и последние месяцы после начала наступления талибов, вдруг может вступить в противостояние с талибами? Или что себя как-то проявит Северный Альянс? Или покинувшие Афганистан полевые командиры вроде Дустума, они, значит, вернутся и будут бороться с талибами? Или на данный момент ситуация остается такой, какой она сейчас выглядит? Я думаю, что все-таки пока это выбор не между точкой и точкой с запятой, а это выбор между запятой и точкой с запятой. То есть явно пока это не конечный результат тех трансформаций, которые происходят. Я помню, что примерно месяц назад мы с вами в интервью, когда беседовали, я говорил, что идет глубокое переформатирование афганской ситуации, глубочайшее. Это переформатирование не завершено. Сделан очень радикальный шаг в нем, но оно не завершено. Про центральное правительство можно забыть. Оно рассыпалось, оно исчезло. Гани бежал. Это, конечно, абсолютный позор и для него, и для его окружения, что вот его советники совсем недавно говорили, что он говорил. И вот это поведение. Хотя, с другой стороны, может быть, это и не так плохо, потому что ничего, кроме как заливать свою страну кровью патриотов, как он в последнее время говорил. У него была такая последняя фраза. В последнее время фраза, которую он повторял, что зачастую путь к миру вымощен кровью патриотов. Вот если у него никаких других вариантов достижения... Звучит красиво, да. Да, может, и хорошо, что он убежал, а не стал заниматься этим благоустройством на чужой крови своих соотечественников. Но я все-таки ожидаю, что в той или иной степени проявят себя те, кого раньше называли Северным Альянсом, и кто не готов жить по чисто талибскому, пуштунскому жесткому порядку. В какой степени они себя проявят, до конца не ясно. Старые лидеры действительно частично убежали, частично на них, по всей видимости, давят. Вот вы упомянули, что убежал Нур, убежал Дустум, Исмаил Хан в выходные попал в плен к талибам, причем ему выдали талибам правительственную часть, в которую он пришел в Гератье. Ну, потом он улетел в Пакистан, сейчас, наверное, вернется, посмотрим, что будет делать. То есть старые лидеры, по всей видимости, флаг не поднимут, защиты своих непуштунских сообществ. Но, понимаете, это миллионы людей, и талибы наверняка будут проводить, это нельзя назвать этническими чистками в чистом виде, но это будет такое постепенное изменение балансов. То есть это принуждение к бракам, это переселение семей, это постепенное изменение демографического баланса так, чтобы создать себе прочную социальную базу. То есть это такие растянутые во времени изменения этнические. И этому обязательно возникнет сопротивление, это обязательно будет вызывать противоречия. В какой форме, как, кто станет лидером таких сопротивлений, это мы все увидим. Но установить в Афганистане просто диктатуру для всех одинаковую, ну, мне кажется, невозможно. Это надо на сто лет назад вернуться. Всем привет, это Тихон Зитко, главный редактор Дождя. Спасибо, что смотрите нас на Ютьюбе. Но Дождь — это намного больше, чем наш Ютьюб-канал. У нас есть огромное количество контента. Под подпиской на нашем сайте открывайтесь для всех новости. Мы можем благодаря тому, что вы, наши зрители, оформляете подписку. Это дает нам возможность в прямом эфире, абсолютно бесплатно и для всех, транслировать новости, рассказывать о главных событиях в России и за ее пределами. Так дайте нам эту возможность. Подпишитесь на Дождь. tvrain.ru слэш подписка. И мы в таком случае сможем и дальше рассказывать о происходящем во всем мире.